Первые признаки, которые могут как-то насторожить, заинтересовать, обратить на себя внимание, это то, что человек начинает забывать какие-то привычные вещи, действия, которые он делал раньше на автоматизме. Когда, например, готовя свой любимый фирменный суп, бабушка забыла положить туда какой-то основной ингредиент. Это то, на что необходимо обратить внимание. Или бабушка, дедушка забывают, куда положил свои часы, очки, ключи и так далее. Что забыл оплатить какие-то счета. Это то, что должно близких родственников в какой-то степени насторожить. Мы не говорим еще на этом этапе о болезни, связанной именно с выраженностью деменции. Мы говорим о каких-то нарушениях памяти. Но уже на этом уровне мы можем провести какую-то корректировку. Для того, чтобы вовремя начать воздействие на эти факторы, необходимо обратиться к специалистам. В нашем центре есть специально обученные люди, врачи-геронтологи, есть психологи, есть психотерапевты, психиатры. Это специалисты, к которым можно обратиться уже на этапе незначительного нарушения памяти. И тогда врач сможет скорректировать это состояние, дать адекватную помощь, дать те медикаменты, которые помогут удержать нарушение памяти на том уровне, на котором это есть. Остановить болезнь и, соответственно, продиагностировать. Это возрастные изменения памяти, либо это что-то уже более серьезное. Если в вашем доме есть пациент с деменцией, мы здесь уже говорим про деменцию, про более выраженные амминистические нарушения. Например, важно не переставлять мебель, потому что для человека с деменцией что характерно? Он помнит то, что было несколько лет назад. Он прекрасно помнит годы своей свадьбы, молодости, как он с какого завода, на какой переходил всю эту очередность, и кто были эти люди, которые были рядом. Но при этом он не может сказать, что он ел на завтрак. Также, например, с той же расстановкой мебели. Он помнит, если у него мебель стояла 20 лет определенным образом, не надо сейчас ее менять, говоря о том, что ему будет удобно. Реально ему не будет удобно. Он ходит по той старой памяти, как я говорю. Также, если, например, будучи дома у себя, мы забыли убрать какой-то стул, вечером встаем, пройтись в туалет, либо в кухню, и мы на этот стул все равно будем натыкаться. То же самое происходит с пациентами с нарушением памяти. Все лишние предметы нужно убирать, но мебель оставлять на той расстановке, которая была. Например, необходимо оставлять ночники, подписывать таблички, где туалет, где ванна, где кухня, для того, чтобы было понятно. На каком-то из этапов возникают проблемы, например, с одеванием. Какую одежду одеть? Пациенты с деменцией зачастую одевают все, что видят, надевают на себя, не в том порядке, в котором нужно, не соблюдая сезонность и так далее. Поэтому родственники могут просто выкладывать в правильном порядке одежду, и это будет пациенту помогать. Можно садиться совместно, просматривать старые альбомы фотографий, при этом просить человека, например, рассказать, кто этот человек, кто этот человек, в каких родственных связях они друг к другу состоят. Это тоже те тренировочные моменты, которые могут помогать пациенту и немножко возвращать ему эту состоятельность. Если есть возможность включать близкого человека в какие-то трудовые процессы, да, например, это было бы хорошо, как я говорю, там, если ваша бабушка вяжет, пускай она вяжет носки на всю семью, даже если у вас уже куча этих носков, раздавайте друзьям, соседям, да, ну, человек будет чувствовать свою принадлежность, будет чувствовать свою важность. Если там есть возможность, там, попросите почистить картошку, да, понятно, что это может быть не так аккуратно уже, как это делалось раньше. Ничего страшного, вы перечистите, да, там, помыть овощи, там, разобрать какую-то крупу, разделить. Для пожилого человека очень важно быть нужным, да, приносить какую-то пользу, да, и пожилой возраст с этим связан, когда точек такого, скажем так, отдачи уже мало, да, и, ну, пожилые люди по этому поводу очень сильно переживают. Поэтому наша задача, как близких, как специалистов, организовать быт таким образом, чтобы сохранить вот это ощущение важности и нужности присутствия этого человека в этом мире. Каким образом? Здесь уже, как я говорю, у кого какая фантазия, ну, как бы это необходимо сделать для того, чтобы их, скажем так, пожилой возраст проходил в более комфортных эмоциях. Продолжение следует...